Всем привет! Мы на море. Я вам буду показывать видео обзор этой базы, в которой мы отдыхаем, и рассказывать какие-то здесь преимущества и минусы. Это база отдыха Лазурная в Приморском Килисского района. В номере, в принципе, все удобство. Телевизор, холодильник, кондиционер. Номер на двоих, но есть отдельно третья кровать. Номер неплохой. Единственное, что хочу сказать, что неважно, сколько вы там отдыхаете, три дня или неделю или месяц, полотенец там нет, и постельное белье вам никто не поменяет. Это вам, к сожалению, не Европа. На базе, в принципе, большая территория, там есть беседка, есть детская площадка, где детки играются, есть мангалы, где можно сделать шашлыки, есть стол для бадминтона и так далее. Также хочу отметить пляжи. Пляжи тоже никто не чистит, не убирает. На данном видео видно, что тут везде окурки. Уважаемые курящие, пожалуйста, убирайте за собой окурки, потому что играются детки, и они это все собирают, засовывают в рот, и это все очень неприятно. И развивайте, пожалуйста, культуру свою, общение и поведение в общественных местах. Также хочу отметить момент насчет питания. На базе Алазурной есть столовая. Мы там ходили, пробовали, что там есть. К сожалению, нам по вкусовым качествам, скажем так, ихняя столовая не подошла. Но на базе также есть комната, кухонька, там есть микроволновка, чайник, раковина, где, в принципе, можно что-то приготовить. Также плитка там есть электрическая. Хочу отметить, что мы питались в общественных местах, поэтому, скажем так, продегустировали разные кафе и рестораны, инспектировали, скажем так. И хочу отметить несколько из них, где стоит покушать. На третьем месте это кафе Обжора. Там, в принципе, неплохо кормят, готовят. Единственный минус, там небольшие порции и довольно-таки высокие цены. Обслуживание там такое, среднечковое. Могут забыть что-то принести, но официанты не совсем опытные, скажем так. На втором месте я бы отметила кафе Теремок. Там очень вкусные обеды, большие порции и приемлемые цены. Единственное, что там со вторыми блюдами, с мясными, с шашлыками, среднечковое. То есть есть над чем работать. Заведение, в принципе, неплохое. Так что, ребята, если вы хотите еще больше клиентов, то улучшайте качество пищи и проведите инструктаж с официантами, потому что они у вас тормозят. Не все, но большинство тормозят. И на первом месте хочу отметить кафе Аладдин. Это единственное кафе, где нас устроило все. Там очень вкусно готовят, там нормальные порции, там хорошее обслуживание, приветливый персонал, всегда подойдут. Если у вас что-то закончилось, они это увидят без того, что надо что-то напомнить. Тем более, как мы отдыхали с ребенком, он там вилку уронит, там салфетки, испачкает все, еще что-то. Поэтому для нас это было очень важно, вот эта внимательность персонала, скажем так. Единственное, что кафе Аладдин работает только вечером, они не могут предоставить там обеды и так далее. Но это, скажем так, нюанс. А так, вечером хорошая атмосфера, живая музыка. Это не реклама, это реальный отзыв, живой, скажем так. Так что, если кто-то смотрит меня с кафе Аладдин, ребята, вам успеха и все у вас классно. Единственное, что к шашлыкам или там картошке, не подавайте кетчуп, придумайте свое какое-то фирменное аджику, и это будет просто для вас самым таким крутяк, скажем так. Поэтому всем удачи, всем процветания, работайте, развивайтесь. Хочу сказать, что давайте в комментариях пишите, кто где отдыхает, какие базы, какое обслуживание, хорошо там или плохо. Давайте обмениваться отзывами, чтобы знать, где лучше проводить свое время с пользой, скажем так, не трачая лишние деньги и нервы. Поэтому, если это видео было для вас интересным и полезным, подписывайтесь на мой канал и будьте в курсе еще чего-то интересного. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok